МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дагестане Майнер обманул своих вкладчиков на 75 миллионов рублей. Подробнее в выпуске. Трепетные ожидания и волнительные хлопоты. Дагестанские паломники готовы отправиться на святые земли. Впервые почти за век Махачкалинская «Динамо» вышла в элиту российского футбола. Подробности в спортивном блоке новостей. Автомобиль Нива с двумя людьми упал в реку в Цунтинском районе, сообщает Дагестан Автодор. Инцидент произошел 20 мая на дороге Агвали-Шаурики-Дыро. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в Андийское Кайсу. Мужчину предположительно унесло течением, его пока не обнаружили. А пассажира местные жители нашли на противоположном берегу реки и ему оказали необходимую помощь. Точные причины дорожно-транспортного происшествия выясняются. Тем временем водителем Mercedes-Benz, который набросился с кулаками на владельца ВАЗ, оказался 37-летний оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД по Дагестану. Около поселка Тюбе, близ Махачкалы, он побил 21-летнего жителя Карабадахкенского района. Драка между ними произошла из-за опасной езды обоих. В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что полицейский уволен из органов внутренних дел и понесет наказание по закону. В отношении него собран материал, который уже направлен в Следственный комитет республики. В Дагестане майнор, который занимался куплей и продажей криптовалюты, обманул своих вкладчиков на 75 миллионов рублей. По информации регионального МВД, подозревается в мошенничестве 34-летний житель Ленинкента. Полицейские установили, что он привлекал деньги граждан под видом инвестиций в криптовалюту. Злоумышленник обещал им высокий доход от вложения в цифровую платежную систему, но он вместо этого присваивал все средства себе. Занимался куплей и продажей криптовалюты. Люди вкладывали деньги, ежемесячно выплачивали прибыль. В какой-то момент на бирже случился отвал, что привело к принудительной ликвидации депозитов. И к другим темам. Александр Нестеров покинул должность в РИО министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Нестеров продолжит трудиться в родной для себя Нижегородской области. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет замминистр Бахтия Рулаев. Будущие паломники собрались в центральной мечети Махачкалы. Масштабное мероприятие для тех, кто в этом году планирует совершить большой хадж, организовала компания Марова. До первых вылетов на святые земли осталось всего неделя. Более 10 тысяч дагестанцев в предвкушении главного путешествия в своей жизни. Очень приятно. Даже, наверное, святые земли попадут, наверное, если Аллах вызовет меня туда. Какие ожидания у вас, эмоции? Очень хочу туда попасть, на эту землю. Волнуетесь? Очень сильно волнуюсь. Сегодня на мероприятии что-то новенькое узнали? Много чего узнала. Несмотря на предвкушение, он на умра был. И после этого каждый раз ждешь, ждешь. Думал, на этот раз поеду тоже. На умра тоже собирался в этом году. И тоже хочу поеду, делать свои намерения. В этом году в хадж едете? Да. Маша, первый раз или? Да, первый раз. Какие у вас эмоции, ожидания? Эмоции у меня просто прекрасные. Прекрасные. Вы искушаете, да? Да, да, очень. А не боитесь сложностей, о которых сегодня говорили? У нас было очень много мероприятий, собрание было у нас, поэтому мы уже как-то, знаешь, уже вошли в это самое. Как будто мы, да, что делать, как делать. Встреча прошла в уютной атмосфере. Для собравшихся была подготовлена насыщенная программа. Также перед верующими, которые приехали из разных уголков Дагестана, выступили известные ученые-богословы. Они рассказали о важных аспектах предстоящего паломничества. Нам было очень важно их всех собрать и как-то вживую с ними пообщаться, донести до них важную информацию, которой они будут руководствоваться уже непосредственно самому хаджа. Раскрыть какие-то моменты, может быть, которые волнуют паломников, да, касаемо организационных вопросов, касаемо непосредственно программ, что их ждет, как будет проходить маршрут. Они услышали очень много полезных лекций и от имамов, от ученых, которые им рассказали о важности самих этих обрядов. Как-то морально, духовно подготовить паломников к такому важному событию, важному путешествию в жизни. Кульминацией масштабного мероприятия стал розыгрыш путевок на малый хадж от компании Марова. Махачкалинская «Динамо» вышла в элиту российского футбола. Клуб из Дагестана впервые в своей 97-летней истории пробился в российскую премьер-лигу. Это стало возможным после победы «Арсенала» в матче с «Акроном» в 33-м туре первой лиги. Впереди у нашей команды последний матч с «Аланией» из Владикавказа. Но уже сейчас она обеспечила себе выход сильнейший дивизион. В заключительном 34-м туре, который пройдет в субботу, 25 мая, решится только то, с какого места клуб из Махачкалы выйдет в премьер-лигу. На золото претендуют также подмосковные химки. У них на два очка больше, чем у динамовцев. В здоровом теле – здоровый дух. В Махачкале завершились соревнования по борьбе и грэплингу среди студентов духовно-образовательных учреждений. Победителей в течение двух дней определяли среди 500 участников. Тему продолжат наши корреспонденты. Яркие броски, арсенал приемов и упорная борьба с первой до последней секунды. Эти спортсмены основное время уделяют учебе, но, несмотря на это, на ковре они показывают высокий уровень мастерства и физподготовки. В первый день сильнейших определяли в вольном стиле борьбы. Ежегодные соревнования среди студентов исламских вузов и медресе собрали самых успешных спортсменов. Главному этапу предшествовал отбор на местах. В столицу республики приехали финалисты из четырех территориальных округов. Отдельным составом выступали представители ДИУ. Организаторы уверены, занятия спортом не вредят учебе, а наоборот стимулируют студентов. Прежде всего, спорт им для их здоровья нужен. Али Асаба, слова есть, когда утомляются сердца, нужно заниматься развлечением. Но это развлечение должно быть полезным. То есть, подходящее более к этому слову полезное развлеченность, чем спорт, мало что голову приходит. Поэтому очень актуально сегодня такие прекрасные соревнования, особенно по вольной борьбе, по грипплингу, что не запрещается и в исламе. Цель организации этого турнира стояла в том, чтобы ребята из разных уголков в нашей республике, из разных учебных, учебных, учебных заведений, чтобы они познакомились друг с другом, чтобы они знали друг друга. На кону почетные кубки, медали и денежные премии. Однако на этом турнире каждый, кто вышел бороться, уже чемпион. За ходом соревнований следили известные дагестанские спортсмены. Среди них участники Олимпийских игр, чемпионы мира по самым разным видам спорта. Тело крепшее у них, понимание тоже есть, но надо чуть-чуть еще на технику работать, вот тогда будет вообще на высшем уровне. Как говорится, здоровье теле, здоровье дух. Благодаря, если будет человек физически крепкий, спортивное телосложение, у него бывает здоровье крепкое, он в любом месте, он будет чувствовать себя очень уверенно, может постоять за себя, за семью, за друзей, за праведное дело, за любого может постоять. Так что я считаю, что это очень важный шаг, надоело, чтобы они дальше так же продолжали нашим мутуалями. Для мутуаля важен частности спорт, потому что человек, если духовный, физически крепкий, я уверен, что этот человек всегда будет примером, если Олимпийские будут сильными, крепкими, от них сейчас и берут пример, поэтому всегда будет надо в форме быть. Это очень важный момент, потому что никакие пути, никакие соблазни, никаких, он только будет идти правильной целью, если будет человек физически и духовно сильный. В такой острой и конкурентной борьбе проходили схватки второго дня. Это турнир по грэплингу, жаркие баталии и горячая поддержка болельщиков. Участники показали зрителям как технику, так и проявили свои волевые качества. Несмотря на накал страстей на ковре, спортивный праздник стал для всех площадкой для знакомств и общения представителей разных вузов. Конкуриция хорошая была, достойные соперники были, все готовились, подготовлены были все. Я с утра готовился, делал в день две тренировки. Очень хотел выиграть этот турнир, потому что в прошлый раз у меня не получилось, я проиграл его. Тоже был такой же турнир чемпионат Агистана среди учащихся духовных учреждений. Всего на турнире в двух возрастных группах до 35 лет и старше определили обладателей 35 комплектов наград. Напомним, что ранее студенты духовно-образовательных учреждений разыгрывали медали на соревнованиях по футболу и волейболу. Курбан Рагимов, Шамиль Хириасулаев, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших всем новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова